Это первая серия уроков по созданию платформера 2D, в котором мы будем рассматривать различные механики, их реализацию. Сегодня поговорим о карте. Естественно, перед тем, как все начнется, нужно иметь какую-то область игровую, внутри которой мы создадим персонажа, он будет выполнять какие-то действия, создадим врагов и прочее. Поэтому, вполне естественно, что первое, мы создадим, скажем так, наш террейн, базис, от которого будем отталкиваться. В Unity реализовано это достаточно простым способом, особенно в поздних версиях, по-моему, после пятой, появилась возможность не вручную прописывать расположение спрайтов на экране, а была введена специальная сетка, грид, в которой мы можем рисовать спрайтами необходимую нам карту. Я в Photoshop сделал 4 разноцветных квадрата по 128 пикселей каждый. Собственно говоря, для того, чтобы понять основы, этого вполне достаточно. У вас же, вы можете скачать в интернете огромное количество различных атласов текстур, подобрать для себя необходимый, но для конкретно этого урока таких простых банальных цветов будет вполне достаточно. Создал я, значит, атлас, сохранил его в формате PNG, вот он, и скачал из интернета спрайтик персонажа. Он не анимированный, он не PSD формата, то есть однослойный, с него не получится сделать анимацию, сейчас, на данный момент. Но нам это не нужно. Сегодня мы просто создадим карту. Давайте перекинем, перейдем в проект, пожалуй, начнем. Создадим сразу папочку, назовем ее Sprites. Здесь мы будем хранить все наши спрайты игровые, которые мы добавляем непосредственно в Unity. И добавим наш атлас и спрайт персонажа. Учитывая то, что наш атлас воспринимается Unity сейчас, на данный момент, как единая текстура, то есть цельная, нас это не устраивает. Нам нужно, чтобы каждый отдельный элемент нашей текстуры был отдельным спрайтом. То есть зеленый отдельно, желтый отдельно, голубой отдельно и серый цвет отдельно. Для этого мы выбираем Sprite Mode Multiply. То есть наша текстура, собственно говоря, состоит из нескольких элементов. И в Sprite Editor попробуем автоматически разделить нашу текстуру. Почему-то у меня при делении он не хочет обозначать области. Поэтому мы разделим сами. Я изначально создавал формат, что каждый квадрат определенного цвета у меня имеет 128 пикселей. Поэтому я вручную могу ввести размер нашей сетки. 128 на 128. И тем самым получить необходимые элементы. Вот вы видите, наш спрайт разделился на 4 отдельных спрайта. Каждый из них носит определенное название. Вы можете переименовать для удобства, поскольку эти спрайты будут находиться в отдельной директории. Дабы облегчить себе доступ к ним, вы можете тут же переименовать. Там назвать спрайт трава, огонь и прочее. Мне это не нужно. Мне достаточно того, как есть. Все. Я разделил наш спрайт. Применил все сделанные действия. И теперь я вижу, что каждый отдельный элемент соответствует тому, что я хотел получить. То есть каждый спрайт нашего атласа стоит отдельно. Теперь для того, чтобы начать создавать нашу карту, нам нужно создать тайлмап. То есть создать некую сетку, в которой мы будем отрисовывать наш игровой мир. То есть по сути делать наш террейн. Только не в стандартном представлении 3D, как некую обширную плоскость, а в 2D представлении. То есть некие такие элементы, полоски или кубы, квадраты. Я не буду сейчас менять размерность нашей сетки. То есть мы можем сделать ее меньше. К слову говоря, работаем мы исключительно с векторами до x, y. z мы не трогаем, поскольку глубина в 2D режиме отсутствует как таковая. Ну, слишком мелкая сетка мне, я же повторюсь, не нужна. Я оставлю все как есть. И вы видите, что у вас на экране отобразилась на всем рабочем пространстве сцены некая сетка, которая, собственно говоря, и является теми самыми ячейками, которыми мы можем рисовать. Однако, для того, чтобы это сделать, давайте назовем нашу tilemap, допустим, назовем ее testlevel. И мы в дальнейшем, этот проект будет с каждым уроком обрастать новым ходом, новыми скриптами. Поэтому, если вы будете смотреть, вам нужен какой-то конкретный урок, допустим, движение персонажа, движение камеры, то, к сожалению, наверное, вам придется как-то просматривать предыдущие уроки, поскольку каждый последующий урок будет связан с предыдущим. По-другому структурно сделать какой-то полноценный тестовый проект просто не получится. Назвали мы нашу сетку testlevel, и теперь мы хотим, в общем-то, сделать наш terrain 2D. Для этого нам нужно создать палитру. Палитру tilemap, то есть некую также область, сетку, в которой наш атлас будет разделен на отдельные ячейки. И как в Paint и как в другом каком-то графическом редакторе, мы просто будем выбирать конкретный спрайт и наносить его в конкретную ячейку. Итак, добавим окно спрайт tile palette. Вот появляется у вас такое окошечко, в котором вы можете создавать новую палитру. То есть, как вы понимаете, атласов в вашей игре может быть огромное количество. Атлас там с персонажами, атлас с текстурами природы и прочее, прочее. Атласов может быть огромное количество. И у нас, конечно же, в дальнейшем и будет, постепенно игра будет обрастать кодом, обрастать какими-то объектами. Поэтому мы создадим пока нашу первую палитру. Назовем ее ground, да, или даже лучше terrain. terrain palette. Unity попросит нас выбрать папочку для нашей палитры. Мы тут же в папке sprite создаем отдельно директорию палитров. И в ней сохраняем нашу палитру terrain. Теперь, вы видите, Unity просит нас перетащить на наше поле палитры те текстуры, с которыми мы хотим работать. На данный момент работать мы будем с атласом текстур. После того, как мы перенесли в поле палитры наш атлас, Unity просит сохранить указа директории, в которой будут сохранены элементы палитры. То есть, уже не отдельные спрайты, а именно элементы палитры, с которыми можно будет редактировать каждый отдельный элемент. И, в общем-то, взаимодействовать. Поэтому создадим еще одну папку также в спрайтах и назовем ее, допустим, tiles. То есть, это уже непосредственно тайлы нашей палитры. Выбираем эту папку. Учитывая то, что атлас у нас маленький, очень быстро прошла обработка. И теперь давайте перенесем для удобства вот сюда, на эту панель нашу палитру. И теперь создадим, наконец-таки, наш terrain. Основа, зеленый цвет, это будет трава. То есть, то место, по которому будет бегать наш юнит. Однако, вы видите, что при нанесении палитры происходит вот такой вот непонятный... То есть, границы тайла превышают границы нашей ячейки. И все это произошло потому, что мы не настроили изначально в нашем адресе размер пикселей. Забыли указать, что размер у нас 128 пикселей, а не 100. Поэтому масштабирование получилось неправильно. То есть, фактически размер у нас 128 юнитов. Но саму текстуру мы указали, по умолчанию был размер 100. Исправляем этот недочет. Юнити сразу реагируют на наше действие. И мы можем продолжать рисовать. Итак, вот мы сделали себе какую-то небольшую поверхность зеленую. Под ней будет у нас... Под ней у нас будет располагаться некая область с желтой текстурой. Это будет, допустим, какая-то земля под нашей травой. И в этом промежутке у нас будет текстура воды. То есть, мы реализуем какую-то систему дамага. То есть, мы будем проверять коллизии. Как наш персонаж взаимодействует с твердыми элементами, у которых есть коллайдеры. Как наш персонаж взаимодействует с водой. То есть, будет ли он у нас плавать или будет ли тонуть. И прочие вещи. И давайте, допустим, сделаем какие-то границы. Какими-то серыми элементами. Потом в дальнейшем мы можем использовать эти элементы. Как, например, какие-то, допустим, ящики. Которые надо будет впоследствии персонажам подвинуть. Дабы была возможность перепрыгнуть до нашу воду. Ну, это так. Приблизительно с запасом на будущее. Вот, как видите, карта наша, в принципе, создана. И теперь осталось только добавить нашего персонажа на сцену. Вот он наш плеер. Какого-то он слишком большого размера. Давайте слегка его уменьшим. Потом мы сделаем впоследствии из нашего персонажа префаб. Когда настроим все необходимое. Ну, вот так вот. То есть, примерно высота нашего героя. Размером с один условный квадрат. Нас это вполне устраивает. Если перейти сейчас в игровой режим. И посмотреть на сцену. То мы видим, что все у нас отлично отрисовалось. Трава, вода, сетка пропала. Не обращайте внимания на эти полосы, которые сейчас прослеживаются. Это какие-то уже моменты, связанные с редактором Unity. Возможно, у меня какая-то версия. Но в самой игре, естественно, вот этих вот границ отображаться не будет. Все, мы подготовили нашу сцену. Теперь мы можем непосредственно заняться контроллером персонажа. Раз персонаж у нас создан. Есть какая-то карта. Можно настроить движение. Об этом будет уже посвящен следующий урок. Дабы уроки были не слишком большие и не слишком сложные. Я буду стараться разделять их на короткие, мелкие отрезки. И так можно будет проще объяснить все происходящее. Поэтому урок по созданию тестовой карты окончен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если нравятся мои видео. Ставьте лайки. Скоро увидимся.